Добрый вечер! Добрый! Ничего, готовы? Готов! Сейчас я буду выдавать ребят. Давай. Это вы уже на новом месте там? Ну конечно, вчера переехали. Уже все. Новая жизнь началась. Жизнь деревенская. Ну слава Господу. Теперь только крещение там проводить и все. Ну вот потеплеет маленько и будем креститься. Я уж там со священником скоро познакомлюсь с местным. Скоро познакомлюсь. Это у меня отец рассказывал. Его родная сестра работала у богатого, но она была. И он ей обещал. У нас шестилетняя девчонка. Вот у меня, говорит, сучка, щенится. И с нее шерсть натеребим, тебе носки свяжем. Награда какая. Не, я просто чувствую, что он... Ну мне его описали просто. И я чувствую, что он человек такой благосклонный. Ну, я же пообещаю, там ему дистинт. А у меня дистинт, хорошее. Вот так. И он, я думаю, это самое. Прислушается ко мне. Ну да. Ну давай. Картинка Андрусенко появилась. Может и невидимо будет, лишь бы слышно было. И почему невидимо? Все будет видимо. Ну я к тому говорю, что если. Может, бывает, интернет не очень тянет. О, вы что, Марьясов тут. Картинка хороша. Вот нас сколько насопляло здесь. ИК один безбородый. Здорово, Барья. Вот нас решил собрать вместе. Нет тебе, брат. Я вас приветствую, Барья. А тебе, брат? Да. А у меня, знаешь, у меня и ощущений особо нет. У меня что там эта техника стояла перед глазами. Тут стена и телевизор висит у меня. Как бы и потолок передо мной. А еще у меня ощущения. Ну конечно, птички поют. Воздух. Все так. Молочко сегодня настоящее. А атмосфера другая. А атмосфера другая. Ну, да, конечно. Вот. Михаил появился. Вот только Андрусенко, Александра нет. А не на одной линии два Александра. Еще нет, еще это булькает и все. Этот самый, Барьясов Александров, звука нет вообще. Звук только булькает и все, не слышно ничего. На уши надевай. А так слышно? Так слышно. Так, теперь у Батугина звука нет. А вот так слышно? Так слышно, но плохо. У меня микрофон плохой. Я тогда как лицо к компьютеру, что ли, подносил. Добрый день. Добрый. Я вижу, Тимоша стоит. А если мы у тебя Тимошу попросим на зиму, чтобы у нас в Потеряевке учился, ты отдашь его, нет? Ну, это надо серьезно поговорить. Поговорить. Дело в том, что, во-первых, ему там уход, присмотр хороший. И рядом со школой всего два шага. Прямо у завуча. Это вообще было бы здорово. И ты свободен был бы. Ну, что там один туда-сюда. Тут и горка, и играть, и кататься с ребятишками. Круглосуточно под присмотром. Он спрашивает, с какой стороны узел на поясе должен быть? Справа или слева? Выгнать их еще слева. Если лица, то справа. А про счет спрашивает-то? Про завязку? Да, да, да. Слева, слева. Справа мы крестимся, а она, если длинная, то мешает. Слева. На левую сторону. У него правильно я вижу. Молодец. Здравствуйте. Добрый день. Смех. Все благодетели мои собрались. Добрый. Как всегда говорят, мы собрались, да. А нас Господь собрал. Вообще не видно, это дело. Ну, да, у вас такого стекла, такого собрания. Ну, кто будет говорить-то? Ну, я. Давай, говори. Я, если как зачинатель все, я скажу. Ну, мое предложить. Ну, я не знаю, будем выставлять это на публику-то или как? Обязательно. Да. Скрывать нам нечего, потому что люди... А то пожгут вместе с вашими книгами. Послушай, Сергей. Дело в том, что мы не знаем, кто, как относятся. Вот я вчера только думал. Вот мне помогли, ну, помогли мукой там, крупами для лагеря. А сахару нету. Ну, прям нету сахару, нету, нету. Там, где я обращался, сахару нету. В прошлом году тут не погода, проще это. Ну, я вечером еще кого-то попросил молиться. Сегодня в половине дня мне кто-то стучит, а я плохо слышу. Кто? Кто? А он читает молитву. Ну, я потихоньку дверь открываю. И кто ты думаешь? Вот наша визитка, которая фотография на визитке, это он делал. Безруков Павел Федорович. Привез, бывший он какой-то коммерсант, сейчас на пенсии, привез 50 килограмм сахару. Я говорю, Павел Федорович, а как ты поехал-то почему? А сам не знаю, вчера вечером какое-то такое беспокойство у вас было. Думаю, то ли есть у него сахар, то ли нет. Это не просто я рассказываю, а сегодня живое. Вчерашняя молитва была, ему ночью Бог положил на сердце, и он сегодня привез, на машину загрузил и сам привез и разгрузил. А поэтому нам прятать еще не надо, наоборот. Чем шире люди слышат, видят, до единой строчки могут знать. И находятся люди, которые молятся. Мы, говорит, о вас день и ночь молимся. В разных местах. Что-то ничего не слышно, так. Прерывается. У меня? Потише, вот так. Когда много людей, то хорошо смотреть. Ну, ладно, давайте это... Суть, смысл собрания нашего... В общем, мы в отдельности, в общем, проводили, как говорится, частные беседы такие друг с другом. Вот. И решили так, чтобы вас не отпускать, как говорится, с этой миссией. И решили выложить на себе книги, то есть, взять ваши, как говорится, разделить между собой. А уже в процессе, как господь... Будем искать, как говорится, людей этих... ...посредственно из рук руки, можно сказать, передавать. Вот. То есть, уже... Чтобы наверняка было, чтобы уже без сомнений. Вот. И теперь, что вы скажете на это? Я отвечать должен. Ну да. Видите, мы просто рассуждаем. Я боюсь, что после моих разговоров вы попрятаетесь и меня забросите. Чтобы этого не было. Никто в подлавку не спрятался. Мы просто рассуждаем. Дело в том, что у вас, у всех, никакого опыта нету. Только у меня. И поэтому вы должны это учитывать. Вот вам пример. Я приезжаю в город Тула. Там отец Иоанн Суворов. Они с батюшкой 35 лет, наверное, дружат. Священник. Они оба приезжали к Сергию Козлову. Мы пошли в библиотеку. Но библиотекарша оказалась прихожанкой. Это уже все пропащее. Не знаю. Не могу. Ну ладно, оставьте книги. Мы его оставили. И оставили не как-то, а оставили у отца Иоанна. И он эти книги к ней привозит. Она налево-направо. Он говорит, бумагу подписать, только больше ничего не надо. А эти книги надо проверить. Как проверять? Чем проверять? Он ей оставил. Мы посмотрим. Приходит через неделю. Книг нету. А где книги? А епархия забрала. А зачем же забрала епархия? Не знаю. Он епархию. Это вот один пример только я показываю. Как это? В епархию сунулся. Сенгерский отдел занимается ими. Мы едем в дороге, знать еще не знаем. И вдруг отец Иоанн говорит, ее вызвали на ковер. И что там они делали? Они с него требуют слова, что ты никогда нигде не будешь помогать Лапкину распространять книги. А он только храм построил. Там огромный такой у него какой-то был промышленник. Дал деньги такие. Жена у него погибла. Сокол, фамилия его. И на это ничего не посмотрели. Его выбросят на побойку этого отца Иоанна. И они его зажали. Они его всего извердели. И он дал им слово. Но тут же нам позвонил. А Сергей сидел пуп-коп и говорит, предатель ты. Конечно, это не я отвечал. Он обидел его так. Но я же не дал слово, что я вас принимать не буду. Я вас как странникам сказал, принимать буду в любое время. Но мы уже туда никогда не заехали. И не заедем. Теперь они распространяют это в своих епархиальных ведомостях. И каждый год теперь они публикуют и публикуют, что в нашей области тут Лапкин развил деятельность. А я больше там не был. Ноги не ложил. Вот что означает дать знать, что там есть. Вам не распространить даже 10 экземпляров. Единственное, что я нащупал, это я в библиотеку привожу. Если библиотекарь не связан, она сразу их отбревает и все на этом кончилось. Два, три, пять, десять. Меня не касается. Люди приходят, берут. А то, что ему позвонили, Сергею там ответили, там нету или что-то, это не соответствует действительности по некоторым параметрам. Она сказала, нет в каталоге книгах. Я не знаю вам как слышно. В каталоге. Я спрашиваю, почему в каталоге нет? А это боязно. Потому что завтра эти книги объявят какими-то и заставят убрать. Хотя так никто ничего не заставит. Они опыт имеют. Вот мы в Кисловодске когда были, она 30 лет работает в библиотеке. Так она нам книгу подарила. Она двумя руками за книги держится. Никто не читал. Вот сегодня от этого получаю. Я много читаю. И теперь я ни к каким книгам, кроме ваших, не обращаюсь. Даже у святых отцов не ищу. Потому что в ваших книгах все по темам разложат. Вот я мне не могу найти даже где. Священник другой говорит, я все книги вынес на чердак. Дома оставил только златоустые ваши книги. Когда люди их считают. Но вот этот вопрос считают-то, его нельзя распространить, чтобы люди считали-то. Тем более сегодня, когда все в интернете. Я нашел, что самое благоприятное, когда они в библиотеки, люди приходят. А берут и не возвращают. Так это все равно что распространять, все равно же я бесплатно-то отдаю. Люди берут эти книги. А эти записывают. А тебя, говорит, не возвращают. Я в эти библиотеки заезжал. Говорю, а почему не возвращают? Не отдают и все. Ну так можно оштрафовать. Я говорю, не надо. Я их отдал. Я вел занятия в университете. Рюкзаками носил книги. И все обещают вернуть. Но я носил с целью, что не вернут. Хоть как-то людям помочь встать на ноги. Если сейчас, ну допустим, мы приехали в Витебск. Как? С кем я кого найду? Я нахожусь в Алтайском крае. И только кто-то знает. Вот сейчас через интернет. И я им рассылаю. Бывает, редко-редко заезжают. Но это книги две-три. Даже десять полных экземпляров за зиму не разошлось. Ну, может быть, семь. Так это я... На мне висят книги-то, известно. Вам не распространить их дома. Попу знает, сразу бряхнет и шевельнуться не даст. На меня по чаево как поднялись. Это сколько время прошло? Ни звука не нету. Но они плетут и плетут паутину. Люди идут на исповедь. А он спрашивает, а книги Лапкин у вас есть на исповеди? Ну, а там Юшченко, вон один, Юшко, предприниматель говорит, у меня есть книга. А ты ее отдай. А чего я тебе отдам-то? Ну, тогда на исповедь не принимай. Он ушел из церкви и на этом, наконец, с книгой остался. Попы лютуют бешено просто. И ни один в глаза книги не видал. Почему? А я знал, что это такие книги. Почему люди так ненавидят Христа? Даже ничего не знают из его учения. А это дух подсказывает. И поэтому я нашел, что самое благоприятное отдать библиотеке, даже если их и разворуют. Они будут на месте. Вам не распространить. Вы даже возьмете, они у вас полежат. И вы будете думать, за что я взялся? Это у меня же не... Так, говорите, кто хотел? Игнатий Иванович, вот я тогда напечатал ваши визитки. Да. И тоже попробовал распространять их так. Ну, и вот у меня время свободное было. Я выезжал и старал и распространял. Ну, православный цар. Все-все один к одному. А потом проходил обратно. И видел, одна-две валяются. И я подобрал обратно. И я не стал их так больше распространять. Я начал отдавать людям, тем, которые знают, точно ее не выбрать. Вот он разговаривает с человеком, все дает, он прочитает. Я ему с ним тогда уже интересно разговариваю. Я говорю о книгах ваших. Рассказываю все, зайдите в YouTube, посмотрите. И я получаю обратный ответ от этого человека, которому я лично визитку в руки дал вашу. И потом опять при разговоре или напишет мне на email, что благодарю, что искал столько вопросов, а нашел вот здесь. То есть я лично в руки отдавал. Уже не так, ни задворники никуда не начал запихивать. А вот и вижу человека сгорели, и вижу человека, глаза загорели. Они, во-первых, удивляются, почему православное распространяют. Я говорю, ну время такое пришло, потому что надо ко Христу-то обращаться всем. Все живут в надежде на спасение. И отдаю лично в руки. И вот тогда результат есть. Вот результат есть, это один-два. Нам никак нельзя сделать это массово, никак. Вот мы идем по селу, пока храма там нету, и даже в отдалении храм есть, но далеко. Люди принимают, Евангелие принимают, но чем ближе к храму, наконец, совершенно. Ну, за квартал-два уже никто не принимает, а мы ходим в храм. Все. Понимаете, это как местность протравлена на 50 лет и на 50 метров в глубину. Притом это абсолютно везде одинаково, нигде исключения никакого нет. Самое лучшее принимают, где нет храмов. Там люди собираются, тут берут, читают, а это нет. Тем более, сейчас мелкие библиотеки закрывают государство. Потому что никто не считает. Люди не считают. Это прошли времена, когда все считали. Тут надо рассчитывать на что-то. Вот как вы говорите, с одним познакомился. У меня нынче были, вот только неделю назад получили в Америке они полный комплект. Сейчас только что получили в Эстонии. Ну, это же... Ну, всего там экземпляров семь, может быть, за зиму. Ну, здесь-то речь идет о ста экземплярах. Так это люди здесь знакомятся сначала. Я посылаю им ознакомки, чтобы не было ошибки. И тогда только берут. И притом я никогда не жду, когда заплатят. А хотя, всем говорю, сначала заплатите, я получу, тогда пошлю. Я посылаю. А он, с ним какой-то Бирюков или кто? С Сергеем Козловым-то. Он говорит, а у меня денег нету. За только денег нет и нет. Я не понимаю, зачем мы забрали в Эстонии. Когда люди едут. Я беспокоился здесь. Для чего нужно было. Если вы решили, то зачем это? Что-то плохо слышно, Сергей. Прям слова разорванные. Вы возьмите лучше книжки. Сразу вы в этом возле святку. Уду и футописи. Зачем вам ехать и куда-то? И парк двигатель сразу потеряет. Зачем вам куда-то ехать? Ваша машина до Москвы не доедет. Нам говорили, в первые дни она не доедет. Это не первые дни. Это я вам второй день. Что-то она больше сейчас никуда не доедет. Ваши машины. Жириновский говорил, в 12-м году война будет. Ну, пусть их кусать, а не упустить их потом. Ну, говорить, доедет, не доедет. Это... Там какая деталь-то у них была сломанная. Там поставили в моторе. На заводе на самом. Где ее выпускают. А так, доедет, не доедет. Как знать, доедет. Может до конца разговор не проведем и помремся. И за это как хрущать-то. Сейчас еще не слышно. Сергей. Ни одного слова не понял даже. Еще она... Ба-бя-бя-бя-бя-то. Не слышу ни одного слова. Мне даже неприятно, вот это безумие называют, настоящее безумие. Все, если хотите, ребята, созванивайтесь.